12 профессий и 38 специальностей среднего профессионального образования вошли в перечень как наиболее востребованные на рынке труда Тверской области. С учетом этого документа будет обеспечиваться приоритетная подготовка молодых специалистов. Вопрос рассмотрен на заседании регионального правительства, которое провел губернатор Игорь Руденя. Региональный перечень формировался на основе наиболее востребованных профессий и специальностей, утвержденных на федеральном уровне, запросов в сфер здравоохранения и образования, пожеланий бизнес-сообщества и крупных инвесторов, анализы перспективных специальностей, сформированного в Минэкономразвитии региона. Основных четыре направления ключевых – это рабочие специальности, которые связаны с капитальным строительством, созданием новых объектов. Второе – это современные IT-технологии, которые сейчас очень серьезно развиваются. Третья профессия – это наш гостиничный бизнес, вообще индустрия гостеприимства. И четвертое направление очень важное – это такая узкоотраслевая специфика, сельское хозяйство, машиностроение, легкая промышленность. Кроме этих сфер в перечень востребованных вошли и мастера по ремонту и обслуживанию автомобилей, повара, кондитеры, специалисты по управлению качеством продукции, процессов и услуг, а также гостиничного дела. Среди профессий педагогического профиля повышенный спрос на профессионалов в области дошкольного образования, учителей начальных классов, педагогов дополнительного и музыкального образования. Физической культуры. Для всего списка профессий и специальностей предусмотрены расширенные условия для устройства на работу. Это стало возможным благодаря сотрудничеству регионального правительства и МВД. Мы с учетом того, что нам необходимо развивать рабочие места, мы обращались в МВД, Российская Федерация, вы это знаете, нас поддержали, у нас ограничили теперь приток мигрантов, ограничения по выдаче новых разрешений, кроме тех, которые уже приехали до января 2021 года. И наша задача максимально погрузить, адаптировать жителей Тверской области на вот этом трудовом рынке, чтобы эта работа им была интересна, чтобы была достойная зарплата, чтобы было удобно ездить на свою работу. Таким образом, мы все-таки считаем, что образование в комплексе с реализацией ряда мер должно позволить более активно ввлекать население в рост экономики, в развитие экономики нашего региона. В Тверской области введен запрет и ограничение на использование иностранной рабочей силы по 33 видам экономической деятельности. Благодаря принятым мерам за последние три года для жителей Верхневолжья высвобождено около 9 тысяч рабочих мест, где ранее были трудоустроены иностранные граждане.